Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, болит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых молитвами помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю Души истины, Иже везде Сын, и вся исполняяй сокровища благих, и жизнеподателю. Приди, вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже Души Наша. Святый Боже, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пришли во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и стали немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пристном, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Яко Твое есть с Царствой и силой слава вовеки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо не находя себе никакого оправдания, эту молитву мы грешной Тебе приносим. Владыке нашему, помилуй нас. Слава Твою, Слава Твою, Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя уповаем. Не прогневайся на нас безмерно, и не вспоминай беззаконие наши. Но иви ныне любовь свою к нам, и по милосердию Твоему, и избавь нас от врагов наших. Ибо Ты Бог наш, и мы люди Твои, созданные рукой Твоей, и имя Твое призываем. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Милосердие двери, открой нам, благословенная Богородица, чтобы, надеясь на Тебя, не погибли. Но избавились через Тебя от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божий вечный и Царь всех созданий, давший мне дожить до часа сего. Прости мне грехи, которые я совершил в этот день, словом, делом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дай мне, Господи, в ночь эту мирный сон, чтобы, восстав от смиренного миложа, угождал я Пресвятому имени Твоему во все дни жизни моей, и побеждал восстающих в меня врагов, плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и вовеки. Аминь. Сидержитель Слова Отца Небесного, Иисусе Христе, Ты сам, будучи совершенным, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда во мне пребывай. Иисус, добрый пастырь Твоих одец, не попусти во мне бунта бесовского, и не дай вожделением сатанинским обладать мною, ибо семья погибли во мне есть. Ты, Господи Божий, к которому поклоняемся, Царь Святой, Иисусе Христе, спящий мне сохранение меркнущим светом, Духом Твоим святым, которым осветил своих учеников. Дай, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое. Просвяти умы и светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любого креста Твоего, сердца чистотой Слова Твоего, тело мое Твоим страданием всепобеждающим, мысль мое Твоим смирением сохрани. И подними меня на длежащее время славить Тебя, ибо Ты прославлен с обезначально Твоим Отцом, и с Пресвятым Духом вовеки. Аминь. Господи, Царь Небесный Утешитель, Дух Истины, умилосердься и помилуй меня грешно вырабатывая его, и отпусти мне недостойному, и прости все, в чем я совершил сегодня как человек, и даже не как человек, а хуже скота. Вольные мои грехи и невольные, известны мне и неизвестные, по неопытности или по злому расчету, поспучивайте или полегкомыслил, если именем Твоим кляхся, или похулил его в помышлениях моих, или кого смеял, или опривитал кого в гневе моем, или опечалил, или рассердился, или солгал, или не вовремя спал, или пренебрег нищим, обратившим ко мне, или опечалил братом его, или расхвастался, или разгорделся, или разгневался, или во время молитвы умой к нечестивым мирским мыслям устремлялся, или блудным мыслям предавался, или объедался, или напивался, или по-глупому смеялся, или замышлял злое, или при виде добра чужого позавидовал сердцем, или непристойности говорил, или на грехом брата мою посмеялся, мои бесчисленные согрешения, или о молитве не родил, или еще что-либо злое сделал, не помню, ибо все это и больше этого сделал. Помилуй меня, Творец мой, Владыка, уныло и недостойно арабатываю, и оставь меня, отпусти и прости меня, ибо ты благочил и колюбив, да с миром лягу сною и успокоюсь, блудный, грешный, окаянный, и поклонюсь воспою и прославлю причестное имя Твое с Отцом, единородного Сына, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, богатый дарами бессмертный, Царь, щедрый, человеколюбивый Господь, за то, что меня ленеющий служить тебе и ничего доброго не сотворившего, довел до конца превышедшего дня сего к обращению и спасению души моей направляя. Милостив будь ко мне грешного и лишенному всякого дела блага. Воскреси падшую мою душу, отсквернившуюся в безмерных согрешениях. Отлили от меня все злые помыслы, видимые всей жизни. Прости мои согрешения, единственные безгрешные, которыми я совершил перед тобой и всей день, видим и невидим, словом, делом, помышлением, всеми ими чувствами. Ты сам защити и сохрани меня от всякого нападения вражеского, божественной твоей властью, безмерным человеколюбами силы. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавь меня от сети лукавого. И спаси метующуюся мою душу, и озари меня светом лица твоего, когда пройдешь во славе. И ныне дай мне снова уснуть неосужденным. И без мечтаний и смущений мысли рабатываю соблюди. И все сатанинские дела отгони от меня. И пресвати разумную очередь сердца его, да не уснув смерть. И пошли мне, ангела мирного, хранитель на станке души и темного, да избавить меня от врагов моих, да восстав с постели моих, принесу тебе благодарственные мольбы. И, Господи, услыши меня рабатого, нищего и грешного, дай мне, поднявшись от сна, волей и совести словам твоим поучиться. И через ангел твих отгонят меня уныние бесовское, да благослови имя твое святое. И прославлив славу чистой Богородице Марию, которую ты дал нам исти грешным защиту. И услышишь ее молящий за нас, ибо знаешь, что она следует твоему человеколюбию. И молиться не перестает. Ее заступчество и честного креста знаменем. И ради всех святых твоих убогую душу мою сохрани, Иисусе Христе Божий наш, ибо ты свят и перепрославен во веки. Аминь. Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнет, як отаят воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога, знаменующихся крестным знамением. Веселье и глагольчих, радуйся, причистный и животворящий крестик Господень. Прогоняй бесов силами Тебя пропятого, Господь нашего Иисуса Христа, в отшедшую попрошу силу дьяволю, и даровавши нам Тебе крестовый честный, на прогнение всякого супостата. О, причестный и животворящий крестик Господень, помогай мне со Своей Госпожей Девы Богородицы, и со всеми святыми вовеки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови, Господи, на чтение святого Евангелия Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так, а на каком мы остановились-то, напомните? У меня последняя запись Марка 3, Сирахов 29 и 1 Тимофея 3. Значит, следующее, основы. Демонстрация. Марка 4. Сирахова 30. А, так, нет, это мы читали. На следующую ночь приходит. Значит, следующее. И пришли на другой берег моря, в страну Годоринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силу был укоротить его. Всегда, ночью и днем, в горах в гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучай меня». Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из всего человека». И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал ответ, «Регион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон страны той, послужи там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли на свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли свиней и устремил из стадо скоптизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и здравом умеет, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все делились. Когда Иисус опять переправился лодки на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидел его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и выложи мне руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и стеснили его. И одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади народа и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровлю». И точишь и сяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. И исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что выслужил из него силы, и обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, что прикоснулся к тебе ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла и пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил себе, приходят от начальника в синагоге и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику в синагоге, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова, Иоанна и брата Якова. И приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми!» Что значит, девица, тебе говорю, встань. И девица точно встала и начала ходить. Ибо была лет двенадцати, видевшие пришли великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Сирахова, 31 глава Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него, и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а пред друзьями будет радоваться о нем. Умер отец его, как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. При жизни своей он усмотрел на него, утешался, и при смерти своей не опечелился. Для врагов он оставил в нем мстителя, а для друзей воздающего благо дарность. Поблажающий сына будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лилей, дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, после низкорежать зубами своими. Не давай ему воли в юности, и не потворствуй неразум его. Нагибай вывив его в юности, сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повинности тебе. Учи сына твоего трудить над ним, чтобы не иметь те огорчения от непристойных поступков его. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богачественный с неможденным телом. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несмертного богатства. Нет богатства лучше телесного здоровья, и нет радости выше радости сердечной. Лучше смерть, нежели горестная жизнь, или постоянно продолжающаяся болезнь. Сласти, поднесенные к сомнему стан, то же, что с неди поставленной на могиле. Какая польза идолу от жертв? Он не есть, и не обонять не может. Так преследуемый от Господа, смотря глазами и стеная, подобие евнуху, который обнимает девицу и вздыхает. Не предавайся печали душой твоей, и не мучь себя своей мнительностью. Веселье сердце, жизнь человека, радость мужа, благодетствие. Люби души твои, утешай сердце твое, и удаляй от себя печаль. Ибо печаль многих убила, а пользы мне нет. Ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит в старость. Открытое доброе сердце заботится и о снегах своих. Слава тебе, Боже, слава тебе. Слава тебе, Боже. Старца не укоряй, но вещевай, как отца, младших, как братьев. Старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякую чистотую. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и вызывать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. А сие внушает им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, особенно домашних, не печется, то уротрехся от веры хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. Известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святые, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовица не принимай, ибо они, впадая в роскошь, противность Христу, желают вступить в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздные, приучают все ходить по домам, и бывают не только праздные, но и болтливые, любопытные, и говорят, чего не должен. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом, и не подавали противник никакого повода к злоречию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верный имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она была довольствой истинной вдовицы. Достойный начальствующим пресвитерам должен оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай в тал увола молотящего и трудящий достойно ограды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрежающих обличай перед всеми, чтобы и прочих так имели. Перед Богом и Господом Иисусом Христом и издавленные ангелами заклинаю тебя сохранить себя без предупреждения и ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участников в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны, прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Евангелие Туана прочитаем сейчас сегодня, сегодняшнюю. Послание. Бога никто не видел никогда. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. И мы видели свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителям мира. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и он в Боге. И мы познали любовь, которую он имеет к нам, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь для того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава тебе! Хвала тебе, наш милосердный Бог и Егола. А в очах услышь молитву нашу, прости меня грешного и помилуй. Тайное и явное, в уме и в помышлении, во все дни жизни, Великие и малоагрессивные, прости, и соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал Господь. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться во спасении. Это помощь Духа Твоего Святого и молитве святых. Хвала Тебя, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне дарвал веру Твою Святую. Даруй мне, Господи, страх Божьего ждания суда Твоего. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне дарвал Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе. Пресвятая Владычная Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного рабатого, разобвения, уныния, неразумия и нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления. От окаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси пламен страстей моих, яка нищаяся моя каяния. И избавь меня от всех лютых воспоминаний и предприятий. И от всех действующих свободими, яка благословенна Ты, от всех родов. Славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. «Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Доброму ангелу, благодарю Тебе. Сколько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли бы погубить меня сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. И в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебе, ангел. Смертный час не покинь, и намытасу проведи душу мою, и веди в Царство Твоя Небесное навеки». Иоанн, Господи, благослови народ Твой еврейский, чтобы приняли Сына Твоего, Иисуса Христа, как Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, немецкий, французский, украинский, белорусский, английский, и все европейские, американские, все народы, Господи. Пошли своих проповедников, Слова Твоего Святого, благовестников, Господи, и сотворись с ними по воле Твоей, Святой, да обратятся к Тебе и изменят жизнь свою. Иоанн Креститель, при чете Христов моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нажить бедности и быть благочестивым и довольным, довольство питанием и одеждой, искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, и не бояться надчастующих правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать их, ставить верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Косни сердец Патриархов, Кирилла, Варфоломея, Илии, Франциска, Митрополитов, Епископус, Сергия, Анастасия, Феофана, Пармана, Игнатия, священников и диаконов. Господи, сохрани отца Якима, путешествующего, запрещенного Максима, извернутого отца Владимира, Анастасия, Господи, Георгия, Александра, Дмитрия, Артемия, Господи, сохрани, благослови отца Андрея. Даруй ему благодать Святого Духа Твоего и тех, кто является служителем Твоим. Господи Божий наш, святые пророки и святители Христов, Николы Мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Господи, слава Тебя, засытили Господню Николу, дивный, скорый помощник в деле. Благодарю Тебя, и выслышав молитвы о людях и о животных. Господи Божий наш, слава Тебе, хвала Тебя, милосердный, спаси нас Господи и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Ильи, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авельной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Немя, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варуха, Изыки, Иосиф, Яиль, Агей, Сафони, Захария, Малахи, Давид, Нафан, пророк Мехи, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию и за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли и записали эти слова для нас. Исполни Духом Святым Твоим Церковь Твою, дабы день прихода и нашего отшествия не застал нас спящими, но вышли Тебе навстречу с святильниками истинной веры, сосудной полной милей добрых дел, содеянным в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы и архангелы, Херувимы и Серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты, Матфея, Марка, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, Владимира, Владимира, Дмитрия, Александра, Рамзана, Рустама, Эрдогана, Дональда и всех тех, которые Ты сам знаешь, Господи, наших правителей, и да продлится еще мир. Дай нам, Господи, хорошего священника и места для занятий, и определи нашу участь, как Тебе угодно. Господи, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, милосердный, спаси и помилуй, аллилуйя. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Паликарс Мирский, Усим Философ, Косьма Демьян, Андрей Стратилат, Ерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Альфинник Емедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Венемин, Иосиф Борис и Глеб, Авраами Болгарский, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, и чтобы малые дети искренне верили в Тебя, в гонениях, в искушениях, не допусти допринять антихство и печати, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Господи, молим Тебя о нашем духовном отце Игнатии. Спаси Господи его и помилуй, сохрани его еще для нас, поддержи его. Господи, дай нам перенять от него веру и знания, которые он имеет. Помоги, Господи, нам получить все возможное, отрабатывая его Игнатия. И благослови его, Господи, и помилуй. Также молим Тебя, Господи, о всей общине, общинах барнаульских потерянестей. Сохрани братьев и сестер, Господи, спаси их, Господи, и помилуй, и сотвори по воле Твоей, Святой. Господи, молим Тебя о всех братьях и сестрах сообщества нашего Галины, Валентины, Виктора, Виталия, Владислава, Вячеслава, Екатерину, Марии, Натальи, Павла, Сергия, Сергия и Екатерину. Спаси, Господи, и помилуй, и сотвори по воле Твоей, Святой. Господи, молим Тебя о болящей Ангелине. Сотвори по воле Твоей, Святой, как Тебе, Господи, угодно. Молим и просим о выздоровлении. Да будет воля Твоя, Святая. Слава Тебе. Василий Великий, Великий Учителя Церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иус, Сергий Радожский, Стефан Перский, Серафим Саровский, Святитель Феофан, Святитель Игнатий, Иоанн Тобольский, Он Кронштадтский, Он Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Митрополит Иннокентий, Макарий Алтайский, Николай Японский, Филарет Московский, Все переводчики члены Писания. Молите Бога о нас. Да помилуй спасет Господь нас. Да дарит нам жажду и следует Слово Божие и любовь в Святой Библии. Господи, молим Тебя о всех наших близких и родственниках, заблуждениях и невериях пребывающих. Господи, сотворись с ними по воле Твоей Святой. Обрати, если кого возможно. Дай нам Слово. Слово Твое, доброе и пророческое, к которым можно было бы обратить наших близких. Помоги Господи нам. Дай нам жить по-христиански, чтобы своими действиями мы бы они могли обратиться, смотря на нас. Господи, молю Тебя, Матери Моилии, путешествующей. Сохрани, Господи, ее. Не дай ей, дай Еруи покаяния. Не дай ей отойти от веры, Господи Божий Маш. Святые Жены и Девы, Фекла и Первомучацев, Атина и Самоленина, Вера и Надежда и Любовь, и Матерь София, Наталья, Адриана, Варвара, Екатерина, Перепетуйя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Моли, Египетский, Апельский, Лаке, Вандроник, Юни, Киприяна, Устина, Молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудристое для Визженам и Девам, и сохрани их от поруганий и нападений добрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, молим Тебя о всех наших начальствующих и о всех косниц их сердца, Господи. Обратись, дай, обрати их душу к себе и сотвори с ними по воле Твоей Святой. Господи, молим Тебя всех в ересях, в заблуждениях, пребывающих, гонящих нас. Не вмини, Господи, на старшем суде. Даруй им, Господи, в разумление. Да останется все человеческое позади. Прости им, Господи, не ведай, что творят. Слава Тебе. Боже. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитвы всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, прими и наши молитвы. А всех тех, кто заповедал нам о них молиться, спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушай, ты слышишь рабы Твои. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь.